Что вы знаете о первой женщине, поднявшейся на Овачинской в Лухан? Конечно же, вы не знаете о ней ничего. Я тоже до поры до времени ничего о ней не знал. Но читать старые газеты полезно, приятно и познавательно. И сегодня вы узнаете из моих уст о том, кто была первопокорительницей самого популярного домашнего вулкана. Мы берем газету «Известия» Камчатского областного народно-революционного комитета, 40-й номер этой газеты, вышедший 14 августа 1921 года. И читаем статью «Женщина на кратере Овачинской сопки». Курсистка Назаретова, пишет газета «Известия», недавно совершила восхождение на Овачинский вулкан и достигла его кратера 31 июля сего года одна, в сопровождении лишь собаки Дик. 30 июля она отправилась из города в числе группы, которая делала ботаническую экскурсию к Овачинской сопке пешком. В 6 часов вечера Назаретова достигла булку по сухой речке, лобовый поток вулкана, и после отдыха от 30-верстной дороги в 7 часов 45 минут вечера того же дня она одна с Диком отправилась дальше к деятельному конусу Овачинской сопки. Ночь застигла ее далеко от группы больших первых ледников, которые спускаются с седловины между конусом вулкана и его южной Соммой. Здесь, на сыпучей лаве, ей пришлось переночевать. Теплое пальто едва защищало от ночного холода и вовсе не спасало от комаров, которые путешествовали снизу вместе с нею. Угрюмые, остроконечные вершины монастыря, мрачные склоны деятельного конуса и белые языки ледников окружали ее. Далеко внизу, за 35 верст, виднела Савачинская бухта с конусом Мишенной горы. Величественная скала Кутха, лавовая статуя бога древних жителей Камчатки, выселась спереди, направо с южной Соммы, как сторожевая башня, охраняющая покой духа вулкана. С рассвета, 31 июля, курсистка пошла дальше вверх, оставив свое пальто у одного из ледников. Был туман. Накрапывал дождик, когда бесстрашная путешественница шла по склону конуса. Путь она выбрала наиболее удачной, частью по фирну, частью по устойчивому лавовому потоку. Благодаря крутизне и разреженности атмосферы ей пришлось часто отдыхать. В таких случаях она ложилась на лаву. Рядом с ней устраивалась собака. Дик пока чувствовал себя хорошо. Далеко за полдень курсистка вступила в область фумарол. Собака, наступая на горячие камни и дыша газами фумарол, жалобно повизгивала, переступая с лапы на лапу. В шесть часов вечера Назаретова и Дик вступили на кратер Авачинского вулкана, достигнув его высоту 8758 футов на уровне моря с дзюй-дзюй-двест стороны. Густой туман не дал ей детально познакомиться с кратером и увидеть чудные панорамы, которые открываются с вулкана на запад и восток. Пробав на вершине около 20 минут и оставив записку под одной из остроконежных скал на южном крае нового кратера, она спустилась вниз через седловину по россыпям и ледникам. Оставленное внизу пальто она не смогла отыскать, потеряв место. В десять часов вечера она пришла на стан к булке. Из всех вулканов Камчатки, пишет газета «Известия» Камчатского областного народно-революционного комитета, из всех вулканов Камчатки Авачинская сопка является наиболее изученной. На ее кратере побывало немало исследователей-путешественников. Из женщин, которые были на Авачинской сопке, курсистка Назаретова является первой, кто одна достигла кратера без проводников. Надо отдать должную похвалу, мужеству и бесстрашию Назаретовой, и надо пожелать, чтобы восхождение на Авачинскую сопку стало желанной экскурсией для петропавловской молодежи. Теперь вы знаете, кто была первая женщина на Аваче. Я закрываю свой MacBook Air, кстати, именно о Macintosh, и пойдет речь во второй части выпуска моего видеодневничка. Всем хорош, Macintosh, за исключением одного. За исключением того, что их зарядное устройство достаточно ненадежны. Вот посмотрите, зарядное устройство этого самого ноутбука перемотано изолентой. Но вы ведь знаете, что в России изолента самый главный инструмент против всего, что может случиться с техникой. Все можно отремонтировать изолентой. Итак, видите, весь провод перемотан изолентой для того, чтобы зарядное устройство каким-то образом могло работать. А ведь MacBook нету еще и 10 лет. лет. Но, когда мне окончательно надоело постоянное перематывание изолентой зарядного устройства, я все-таки решил купить себе новое. Естественно, китайское. И сейчас, как мы все любим, будет распаковка. Распаковка вот этой посылочки, пришедшей из Красноярского интернет-магазина. Итак, смотрим. Видите, кадр немного изменился. Я поставил на край стола маленькую камеру, чтобы снять распаковку. зарядного устройства для MacBook крупным планом. Вы же любите распаковки. А я давно не показывал никаких распаковок. Итак, открываем посылку, прилетевшую в столицу Камчатского края из Красноярска. Антистресс. Антистресс. Если вы хипстер, лейберал и совестливый интеллигент, испытывающий панические атаки от козней кровавого режима, лопайте пузырьки, и вам будет спокойно жить на этом свете. Всеми правдами и неправдами жить не по лжи, только так победим режим. Вот так это все упаковано. Коробочка маленькая. И опять придется взять в руки нож. Взять в руки нож для того, чтобы разрезать скотч, которым заклеена последняя коробочка. Самая последняя спрятанная. Вот она. Читаю надпись. 45 ватт пауэр адаптер. Мне действительно для макбука эйра, для воздушного макбука, для старого воздушного макбука нужен 45 вольтовый адаптер. Так, это у нас что? Это у нас расходная накладная, что я действительно приобрел именно этот товар, чтобы в случае чего можно было заменить его или сдать. вот такое вот зарядное устройство. Посмотрим. Похоже? в общем-то похоже, за исключением того, что яблочко на нем не нарисовано. А это вилка к нему, съемная вилка. Распаковываю пластик и вставляю вилку на место. Сейчас под рукой возле стола у меня розетки нет, поэтому подключу и попробую я чуть-чуть позже и покажу вам, как это происходит. Да нет, давайте я сейчас поговорю просто об этом. Поговорю о проблеме различных маководов, которые все поголовно страдают от приходящих в негодность проводов зарядных устройств. Вот сейчас, наверное, в это время мелькает картинка, когда я подключаю новое зарядное устройство и оно возможно работает. Говорю это, когда я еще не пробовал подключать, но я надеюсь, что все будет нормально. А ну-ка рискну, попробую, работает ли магнит. Удивительно, магнит работает. Мне очень нравится вот этот разъем MagSafe. Жаль, что на одном этапе развития Apple отказался от MagSafe. В результате неаккуратность ряда владельцев ноутбуков привела к тому, что они просто, если владелец задевал провод, падали со стола. А MagSafe хорош тем, что при незначительном усилии магнит отщелкивается и ноутбук остается на месте. Итак, вот эти зарядки отличаются внешне друг от друга только отсутствием надгрызенного яблочка на китайской и наличием на фирменной. Конечно, она тоже китайская, но фирменная. Сегодня мы посмотрели распаковку. Вы все любите распаковки, я знаю. Вы любите смотреть на уютном ютубчике всякую ахинею. Сегодня вы узнали от меня кто была первая женщина, которая предприняла одиночное самостоятельное восхождение на Авачинский вулкан. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня. Что-то новое о Камчатке, да и о моей жизни. А ежели не нравится, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Пожалуйста, пишите внизу под роликом ваши комментарии, вот там, внизу. Я их обязательно все прочитаю, а возможно кому-то из вас и отвечу. Ежели вы на моем канале в первый раз, ежели вам сразу не стало скучно, и вы не пошли смотреть телеобизор, а желаете возвращаться сюда снова 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 и снова то сейчас в правом нижнем углу экрана специально для вас появится подсказка выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на моем канале новые выпуски моего уютного видеодневничка. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой. И в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы. И теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok